Показывает, что эти бугры образовались в конце последнего ледникового периода, примерно 20 тысяч лет назад. Они образовались на границе между движущимся льдом и неподвижным льдом. Толщина этого льда могла быть как минимум 150, а может даже больше. Когда лед перемещался, он транспортировал заметное количество залежей горных пород. В некоторых местах, где поверхность Земли неровная, лед начинает раскалываться и меняет свое движение также по вертикали. И в этих местах материалы выдавливаются наверх. Скажите, для вас, как для геолога, пока не являются каким-то открытием, чем-то необычным, таким, каким это кажется группе экспертов под руководством Рас Морозаида? На старых континентальных территориях ледникового периода в этом нет ничего необычного. И Латвия тоже одна из таких территорий. Но этому месту свойственен своеобразный рельеф. Решетчатые холмы и глубокие впадины. Имеется также какое-нибудь открытие по вашей специальности для вас самого? Да. Если раньше эти холмы выдавались за камы, то сейчас можно смело сказать, что это не камы. Это выдавленные ледником холмы. А кам не выдавлен ледником? Кам не выдавлен ледником. Камы образовались посредством осаждения материалов в течении таящего ледника. Какую информацию скрывают камни, по вашему мнению геолога? Что за информация в камне? Первое – это то, откуда эти валуны появились. Второе – когда они образовались. И третье – по минералам и химическому составу можно говорить об энергиях. Ну так вот, это третий пункт про энергии. Это то, что меня, очевидно, интересует больше всего. Камень от камня отличается энергией? Каждый валун отличается тем, из каких минералов он состоит. И, например, гранитные валуны часто являются радиоактивными. И есть такое условие, известное условие, что чем светлее, тем более радиоактивное гамма-излучение. И в Западной Европе отказались от гранита, как от стройматериала, только из-за относительно небольшой его радиоактивности. Есть ли в Латвии похожие места такого типа? Похожие скопления камней? Лично я не видел таких искусственных образований. Есть другие валуны, скопления, но образовавшиеся в ледниковый период. Это возле Калтона, область Калтона. Вы думаете, что покойная – это загадка? На данный момент это загадка. И для ученого? Ну, по крайней мере, для археологов точно. Тогда есть смысл отгадывать. Да. Как вы идете по этому лесу? Идете, идете, а также внезапно, эмоционально чувствуете, что это камень нужно исследовать, или у вас все же другой подход? В первую очередь, у меня чисто профессиональный интерес. Что за камень? Какие минералы? Откуда он мог быть принесен? Приходил ли момент, когда вы начинали думать чисто интуитивно? А если он с неба упал? Нет, больше нет. Но сначала было, пока я не начал заниматься геологией, географией, этими науками. Тогда могло быть. А теперь нет. Я понимаю, что ваше мнение – это мнение специалиста. Но где-то существует также мистический взгляд на эти вещи. Но исключать, вероятно, это не стоило бы, раз такое есть. Но всегда есть сомнения все же. Ученых интересует выстроить чисто материалистическое мнение. Вам не кажется, что начинает сталкиваться все больше материалистический ученый взгляд с чем-то таким, что сегодня недоказуемо? В известной степени это столкновение уже сегодня начинает происходить. Судя по публикациям в прессе, которые уже были опубликованы Евром Виком, мы вынуждены ответить тем, какое мнение имеют геологи и археологи. Но это же очень интересно, что вам фактически нужно отвечать, ну, предположим, на достаточно неаргументированное высказывание. Да, образовался такой интересный диалог, когда одни могут давать какие-то доказательства, а других таких напрямую нет. Как вы думаете, мог бы найтись общий язык или какие-то общие заключения? Но в нужной степени, думаю, так и должно было бы быть. Скажите, как далеко в прошлое вы обсматриваетесь? Ну, я специализируюсь на Железном веке. Ну, а об этой местности могу сказать, что она очень обжитая. И уже с начала Железного века... Здесь также есть находки с бронзового века. Больше всего радость у нас за вот этот осколок, за который мы очень радуемся, только потому, что, несомненно, это связано с деятельностью человека. Какой век? Ну, это лепная керамика. Она гладкая и немного разглаженная керамика. Такая керамика встречается с начала нашей эры до тысячного года. Но беря во внимание всю эту ситуацию, какая она есть, вместе с тем имеются курганы второго и шестого столетия, про которые я еще хотел поговорить, рассказать и показать находки. Тогда с очень большой вероятностью мы можем сказать, что это относится напрямую к этому периоду. Вот счастливая находщика и странное совпадение, что это хранительница нашего фонда. И мы нашли это в самый последний день здесь. Она показывает это место. Это в камнях, 32 сантиметра в глубину. Там был найден этот осколок. И в том месте, вот прямо с этого края, были взяты анализы пыльцы. И какой может быть вывод? Вы уже можете выдвинуть какие-то гипотезы? Да. Но мы это суждение сделали, основываясь прежде всего на анализе пыльцы. Потому что анализ пыльцы, который делала Калминя, он подтвердил, что здесь присутствует деятельность человека. Здесь верхние 15-20 сантиметров показали только лес. Но глубже, в районе той глубины, где был найден этот осколок, там внезапно констатированы следы пыльцы, ячменя и ржи, хотя и в небольшом количестве, и также сопровождающие человеческую деятельность сорняки. А вы чувствуете, можно сказать, энергетически эти камни? Вы чувствуете их веяние на себе? Если не брать во внимание науку просто, как человек, если сравнивать с теми людьми, которые меня сопровождали, которые чувствуют, я или малочувствительный, или вообще нечувствительный. Но я как человек не могу отрицать, что в этой местности в самом деле приятно находиться. И я могу согласиться с людьми, которые едут в покыне, черпать сил. Что касается расмы розы, я очень сильно ее уважаю. Не потому, что она пришла к нам и спросила, чем они могут нам помочь. Я сказал, что нужно обозначить эти кучи камней перед тем, как Янис Клэднекс их замерит. Вы будете продолжать работу в следующем году? Мы бы хотели продолжать хотя бы, потому что нам нужно еще снять несколько профилей, но все зависит от того, получится ли у нас добыть средства. А это большая проблема в эти времена. А вы бываете впечатлены ясновидящими, интуицией и разными такими, можно сказать, сумасшедшими гипотезами? Да, я думаю, какие-то меня и впечатляли, но не в тех случаях, когда это противоречит тому, что мы уже знаем. Не настал ли тот момент, когда в фундаментальной науке и, наверное, мистике нужно шагать нога в ногу? Вы не чувствуете, что это время приближается? Да. Мне Янис Клэднекс, известный научно-исследователь, научно-исторический исследователь, сказал так. Марис, если ты там с Розой работаешь и Белым Кругом, ты не стал мистиком? Я сказал, нет. Это не так. Но... Разве в этом есть что-то плохое? Я думаю, что нет. Ничего плохого. Я думаю, что у меня, возможно, тоже был момент, когда, казалось, надо делать так и так. Может, в этом есть эта мистика. Но не знаю, это ли... Да, голос сердца, внутренняя интуиция, которая не всегда голос ума. Да. Так могло бы быть. Я был бы рад, если бы где-то удалось доказать, что так же и здесь, в Коконском лесу, был какой-то объект культа. Проблема добила сводится вот к чему. Если здесь что-то аномальное, чего нет в других местах, я подхожу к этому как специалист по планетарным процессам геологии, то есть по геодинамике. Другие специалисты подходят как узкие специалисты, потому что они специалисты по региональным проблемам, по каким-то небольшим участкам земли. поэтому мы, в принципе, не можем пересечься. То есть я не могу говорить прав или не прав тот или иной, связанный с местными, локальными геологическими исследованиями. А он, соответственно, не может сказать прав или не прав, и я разрабатываю еще геодинамическую теорию. Мы приучены работать врозь. Наука разъединила по существу людей, создала массу специальностей, которые не взаимодействуют. Хотя, в принципе, на методологическом уровне они должны были взаимодействовать. Но так получилось, что эти взаимодействия очень слабы. Поэтому то, о чем вы говорите, достаточно интересная и нужная перспектива, но удастся ли нам это сделать, я не знаю. Добыла для меня стала большой неожиданностью. Я никогда не думал, что получу тот результат, о котором мне пришлось написать. Дело в том, что через Латвию проходит самый главный резонансный пояс Земли. Это структура, которую геологическими методами выделить нельзя. Это структура, которая определяется на основании новейших представлений о самоорганизации Земли. это то, что геофизики еще являются сопряжающим знанием, что в обычные методы геологии не вошло. В основе взглядов Ришарда Гришкина лежит мысль, что Землю составляют энергетические пояса, которые похожи, но параллели повторяются каждые 600 километров. появление теории единого поля означает тайну материалистического естествознания и эрболи узкого восприятия мира. Когда я услышал о том, что в Добельском районе выделяют энтузиасты зону высокой, самой высокой в Прибалтике, даже они говорят в Европе, энергоинформационной активности, не просто геофизическое поле, но и некая информационная активность, то меня это очень сильно заинтересовало, потому что уже было известно на тех разработках, которые были сделаны в Западной Сибири, что в целом центры структуры этих девяток являются уникальными местами. Совершенно особая жизнь, особое расположение животных, растений. Там возникают особые структуры рельефа, и скорости процесса другие, и динамика явлений другая. И вот я съездил с этими энтузиастами в Добыло, тот район, который они считают очень интересным, и с удивлением узнал, что как эстрасенсы продвигают. Мне хорошо знакомо по моим работам на Байкале. Когда я понял, что я имею дело с вот этой упорядоченной структурой, с самоорганизацией Земли, а сейчас говорят, что поля самоорганизации, воплощенные в реальность полеинерции, я увидел тогда на космических снимках структуры, центр которых попадал именно в покойное, именно в то место, близкое к тому место, о котором я уже говорил, которое выделялось. Значит, получается так, что Латвия перестает быть сегодня местом обитания одного маленького народа. Латвия это геодинамическая структура. Это значит, она имеет большую ценность для всей Земли, потому что таких мест на планете очень мало. Мы должны рассматривать нас, нашу Землю не с точки зрения того, что оно нам принадлежит, а с точки зрения того, что оно принадлежит Земле. Я утверждаю, что с точки зрения сегодняшнего геодинамического знания Латвия является уникальным местом для всей Европы. Второго такого пояса, исходя из наших расчетов в Европе нет. Второй по значимости равноценный пояс находится, если мы находимся на 56 градусе, то второй находится на 22 градусе северной широты. Это широта примерно Мекки, Медина, то есть тех мест, где проповедовал Мухаммед. Это широта Индостанского полуострова, там, где возникли ведические учения. Это если в другое полушарие уйти, то это Центральная Америка, Центральная Мексика со своей древней культурой. Вот что означают новейшие представления о геодинамике. Поскольку господин Гришкин в свое время работал с космической информацией, я у него спросил, есть ли сегодня в его распоряжении тайная информация. Любая информация, которая есть у специалиста, она качественная только в том случае, если она патентоспособна. Так вот, у меня сейчас есть несколько патентоспособных разработок. Вот одна из них это способ выявления мест потенциальной геодинамической опасности для населенных пунктов и сложных инженерных сооружений. Мы сегодня сталкиваемся с такими проявлениями, в сложных атомных электростанциях, мощных энергетических комплексах и сооружениях, где возникает реакция самой Земли и окружающей среды на это сооружение. С точки зрения классической инженерной науки так не должно быть, но с точки зрения Земли самоорганизующейся как самоорганизующегося суперорганизма так оно и происходит. Согласны ли вы с мыслями Ришарда Гришкина об этом месте, с теориями, где он говорит об энергоинформационном поле, мысль о едином поле? Как вы на это смотрите? Да. Это интересное дело, с которыми я концептуально согласен. Это дело, где взаимосвязаны проявления материального идеального мира, что существует это абсолютно информативное или поле абсолютной информации или сознательное поле, его по-разному называют разные ученые, но факт таков, что оно существует и кажется очень вероятным то, что есть в новых теориях физики, что именно это поле первоначальное, из него позже происходит материя. И в таком случае действительно есть это информативно-энергетическое поле, и есть эти резонансные проявления, и есть эти резонансные зоны. И видите ли, эти пояса через 300 и 600 километров, это очень вероятно. Они фигурируют много где, это примерно, скажем так, если мы представим земной шар как футбольный мяч. Знаете, распространено делать мячи из таких шестиугольников или пятиугольников, такая регулярная структура. Это эластичная система. В эластичных шарообразных системах необходимо появиться таким структурам, что мне как математику полностью понятно. На данный момент уже становится практически неоспоримо, что проявление резонанса одно из самых фундаментальных проявлений, которые вообще существуют. Это одни из самых фундаментальных особенностей природы, колебания и резонанс. Это во-первых, факт как таковой несомненен. Вторая вещь, мне тоже кажется, с большой большой вероятностью, я не геолог и не ознакомился с новейшими исследованиями в геологии, но мне полностью понятно, что геология, научно говоря, специфическое использование теории эластичности, а в теории эластичности колебания как таковые одна из самых фундаментальных вещей относительно хотя бы земного шара, хотя бы то, что мы все знаем, что луна вращается вокруг земли, создавая на море приливы, отливы и волны, а также она, естественно, создает силу притяжения на земном шаре, тем самым земная поверхность колеблется, это проявление колебания происходит очень ритмично, а если оно происходит ритмично, тогда неоспоримо в нелинейной системе должен появиться резонанс, из разных общих абсорбентов понятно, что резонанс есть, сто процентов математически утверждать, что именно там и есть это место резонанса я не могу, но также у меня нет никаких аргументов, чтобы это отрицать, и если меня спрашивают как человека, я верю, что это может быть так. Вернемся к покойне, для вас покойне они тоже не являются чуждыми, во всяком случае, на информативном уровне. Скажите, как вы оцениваете этих людей, которых кто-то называет энтузиастами, кто-то мистиками, кто-то сумасшедшими, но несмотря на это они делают свою работу, они очищают, любят это место, работу, которую делают, как вы оцениваете этих людей, их отношения, взгляд на мир? Я оцениваю их, в общем, можно сказать, так, одним словом, люди будущего, потому что они действуют отлично от того, как сегодня принято в обществе. Сегодня в обществе все оценивается деньгами, материальными благами, а они работают во имя идея. Они могут ошибиться в конкретном вопросе, они могут не быть специалистами в каком-то пояснении, понимании вещей, но важно то, что по делу в общем, о том, о чем сегодняшняя официальная наука, которая признана. Сегодня эта наука достаточно стара. Эти новые прорывы, пробивание фронта, эти новые открытия, которые еще не в общей системе, но они такие, что в каком-то смысле существенно меняют наше бытовое мышление. Они доказывают, что бытовая логика и понимание нам как бы диктуют, что может быть, а чего не может. Тогда как эти новые открытия опрокидывают нашу бытовую логику. Они показывают такие вещи, и это уже доказано научными экспериментами, они показывают такие событийные явления, которые с точки зрения бытовой логики невозможно. не возможно. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Логика 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 Продолжение следует...